Здравствуйте, вы ищете работу? Да, ищу. Как найдёте, позвоните. Мы вам кредит предложим на очень выгодных условиях. Опытным путём убедился, что каждая вторая бутылка водки поддельная. Выпиваешь первую, утром ещё терпимо. Выпиваешь вторую, всё, очень плохо становится. А вы знаете, что оказывается, тонер очень опасная штука? Да. Я в интернете прочитал, что в Чебоксарах заправщик тонера умер. И вправду опасная. А как он умер? А, засверлили. А, застрелили. На Диком Западе, когда там только недавно началось железнодорожное движение, группа фермеров подала в суд на железнодорожную компанию. Судья спрашивает. А почему вы подали в суд? Что, поезда едут слишком быстро? Фермеры говорят. Нет, они едут, наоборот, слишком медленно. Судья спрашивает. И в чём проблема? Фермеры говорят. Пассажиры выходят и донят наших куров. Мой дед с голыми руками на фашистов ходил. Ты же говорил, что она медведя. А ты бы видел этого медведя. Настоящий фашист. Мужики, это реально работает. Сказал жене, давай переключи на шестой. Там начинается твой любимый сериал. Она из вредности сказала, не командуй. И продолжила вместе со мной смотреть футбол. Когда перешёл на новую работу, сразу же отучил коллег просить подвезти. Как? Ну как, подъезжаем к светофору, и я спрашиваю, какой цвет горит. Недельку так, и всё, больше никто не хочет. Летит самолёт. Вдруг что-то ломается, и самолёт начинает падать. Все начинают паниковать. Один пассажир говорит, давайте я отремонтирую. Ну все думают, что, ну что поделать. Всё равно больше ничего не поделаешь. Разрешают. Тот со всей силы ударяет по корпусу самолёта. Самолёт останавливается, зависает в воздухе. Тот неспеша выходит и начинает чинить. Потом подсинил, возвращается, ещё раз ударяет по корпусу. И самолёт благополучно летит дальше и спокойно приземляется. У него спрашивают после приземления и вознаграждения. Вы что, экстрасенс? Тот говорит, нет, я лифтёр. Знаете, коллега, я восхищён вашей работой, но в одном могу вас упрекнуть. В чём же? Вы очень жестоко относитесь к зрителям. Почему? Когда вы уходите со сцены, вы очень громко топаете ногами и будете публико. Получила смс не знакомого номера. Котёнок, что теперь? В нашем месте 22.00. Третий час сижу и думаю, кто это может быть? Имейте совесть, подписывайтесь. Человек, который ищет у себя несуществующие болезни, называется ипохондрик. А как называется человек, который ищет несуществующие болезни у других? Платный врач. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Продолжение следует...